С 6 апреля школьники Чувашии учатся дистанционно. Наша съемочная группа побывала в столичной школе номер 61 и увидела, как это работает. Платформа «Сетевой город», предложенная для обучения, с утра дала сбой, но потом вернулась в обычный режим. Это не кадры из фильма «Катастрофы». Сейчас так выглядит каждая школа республики. В здании можно встретить только учителя и школьники занимаются дома. Задание было дано детям – проговорить словарные слова и записать их в тетрадь. Вот сейчас дети высылают свои ответы. Здравствуйте. Первое слово «Здравствуйте». Вот так теперь выглядит урок второго Е-класса. На платформе «Сетевой город» педагог размещает задания. Здесь есть электронный журнал, можно смотреть задания и оценки. Сейчас на портале появились и ссылки на видеоуроки. Они уже рассортированы по возрастам и темам. Учитель сам выбирает подходящий на его взгляд материал с любого рекомендованного ресурса. Например, учителю русского языка и литературы Ирине Ефремовой нравятся материалы Московской электронной школы. Здесь очень интересные тренажеры. Допустим, когда решается вся эта задача в конце, нужно проверить, что правильно сделано, что неправильно. Ученик самостоятельно занимается на тренажерах, выполняет задания, отправляет ответы и получает оценку. Как признаются сами учителя, структура урока не изменилась. Все задания, которые необходимо выполнить детям по расписанию, а расписание, все занятия проходят по 30 минут, выкладываются в сетевом городе. Если у детей нет доступа к интернету, то дети получат задания с помощью телефонов. Школьники могут и задать вопрос учителю или ответить устно. С помощью системы Zoom некоторые уроки проходят в режиме видеоконференции. Так сегодня 8-й В изучал основы программирования. Итак, Максим, что нового сегодня ты узнал на уроке? Какой алгоритм представления программы? И если, казалось бы, с такими предметами, как математика и русский язык, все понятно, то как быть с музыкой или физкультурой? И здесь нашелся вариант. Учитель отправляет видеозадание в чат, ученики высылают отчет о его выполнении. Начинаем. Возможно, заниматься физкультурой дома школьники и их родители будут еще минимум месяц. Предварительно такой режим продлится до конца апреля. Задать все вопросы, касающиеся дистанционного обучения, можно по телефону 23-42-37. В управлении образованием создана специальная горячая линия. Юлия Важенина, Валерий Резюков, Республика.